И снова всем привет на канале Олег Нестеров Приветствую! Да, сегодня будет интересный урок Урок, о котором меня часто очень просили Это переход из цвета в цвет Главный переход я имею в виду Я вам покажу сегодня два перехода То есть из трех цветов Это будет белый цвет, зеленый и желтый цвет Ауди стоит на заднем плане Мы ее пока отложили Все уже покрашено для Ауди Но осталась сборка Эту мелочевку мы оставим на потом Но с утра для заряда подруга И хорошего настроения, как всегда Анекдон В ночь звонок в дверь Та-дам! Это грабители А что вам надо? Вам надо 100 килограмм золота А 105 килограмм вам не надо? Ну давай 105 Золото, просыпайся! За тобой пришли! Хе-хе-хе! Такой анекдон! Ну и теперь тема дня Заставка пошла! Едем в наш любимый автограф Все знают эту фирму Ребята нам часто помогают Давно мы у них не были в гостях Вот здесь вот и находится Сам автограф Хозяева! Хе-хе-хе-хе! Здорово! Ну вот и снова мы посетили ребят И сейчас мы попросим нам приготовить красочки Вот выбираем цвета В прошлый раз мы выбирали на морозный рисунок Зелененькую, веселенькую и желтенькую Ну сейчас что-нибудь такое мы тоже подберем Не обязательно там прямо цвет А сейчас по сути ты Просто чтобы она такая была Ты будешь пальцем какая-то На базовые Это базовые цвета Желтые, желтые Ну можно вот такую вот желтую Знаешь Можно базовый цвет, не важно Чтобы не разводить Вот такой, ребят, тут подбор По профиксу И по лехлеру Отличный, желтенький, веселенький цвет И зелененький Магазин находится на ямке Купалы 110, территория Коптранса Вот телефончики Так что брещан и близ лежащих наших маляров Просим сюда Еще здесь вот проходит акция Кто не успел прочитать, ставим на паузу Такие акции проходят в магазине Ну и спектр товаров, как вы видите, здесь Я вам напишу, как я взял Ну и приятный сюрприз Это если вы пришли и говорите, что вы от дяди Олежи Вы получаете 5% скидки Правда? Правда Все, добазарились! Так что не теряемся Ищем выгоду Заметил на полочках Сейчас у нас идет молда, да? По Раптору Также еще Аллигатор он называется, не важно Имеется здесь Вот, стоит 29 долларов Такую вот веселую красочку мы подобрали Это база Вернее, не подобрали, мы ее налили И Сейчас мы поедем испытаем Скажем ребятам Спасибо И двинем в гараж Итак, приступим Что нам на сегодня потребуется А потребуется нам Сама деталь, именно крыло Потребуется нам Орбитальная машинка со шкуркой 800 Либо 600 И Либо, если у вас нет машинки То обычный клоцик И наждачная бумага 800 Для замотойки самого крыла Перед замотойкой мы обезжирим Обезжиривателем В данном случае у нас вот такой вот Можно использовать нефраз Не обязательно это Потребуется нам комплект лака Сегодня мы будем использовать Немножко нас отвлекли Лак Комплект лак Не важно какой Будет ли вы крыть ХСовским обычным Не скорым или быстрым Лаком быстросохнущим Не важно Важный самый результат Мы берем быстрый Потому что он у нас сейчас есть И Красочку Которую мы взяли у ребят Что Потом еще Красочка у нас зеленая И желтая То есть я сделаю Такой Три перехода Чтобы было примерно видно Что еще Нам нужно В принципе это все Желание И Небольшая удача Цвета могут быть разные Абсолютно разные В данном случае у нас Белая база будет На белой базе Мы и будем делать Свои Эксперименты То есть Сам переход Форма перехода В каком месте Будет переход Что с чего Будет Переходить Это только Ваша фантазия Еще Может быть Я к этому вернусь Но боюсь забыть Краска у нас Обычная база Под лаг Поэтому Пиндер мы не будем Использовать Если бы у нас В краске присутствовал Металлик Или перламутр Для этого Мы добавим Растворитель сюда На переходе Это в дальнейшем Вы будете видеть Если же у вас Металлик Нужно разбавлять Краску Биндером Вместе Самого Перехода Ну В принципе Вот и все Приступим Мы возьмем За правило Перед началом Любых Работ С поверхностью Мы берем Обезжириватель И Обезжириваем Поверхность Еще раз повторю Для чего нам Это нужно Для того Чтобы на крыле Не было Никаких Капелек Жир от краплений Потому что Оно трогалось И руками Оно и лежало И везде Да И на крыле Вполне Может остаться Жир Который При Работе Со шкуркой Попадет Глубже В риски И оттуда Мы уже Не Уберем Его Это грозит Нам краперами Обезжириваем И остатки Обезжиривателя Проходим Еще раз Сухой Чистой Тряпочкой Крыло У нас Приготовлено К работе Обезжирено И Остатки Обезжиривателя Удалены Теперь берем Мягкую подложку И Сейчас я Обработаю машинкой Чтобы это было Быстренько А вообще Можно Вручную В клотском С водичкой Восьми соточкой Все замотовать Замотовка у вас Должна быть Равномерная Блестящих пятен Не должно быть Блестящее пятно Ведет К Границе Мало того Что с блестящего пятна Будет облетать лак Плюс Если переход у вас Будет на блестящем месте Вы его никогда Не сотрете У вас будет полоска Которую вы не уберете Пока не уберете Весь слой Который нанесли Ну и Начинаем Замотовывать Ну я специально Оставил вот здесь Вот чуть-чуть Блестящего места Если вы видите Вот такого вот Блестящего Не должно у вас Оставаться Выбираем Весь апельсинчик До Вот такой вот Матовой Поверхности Сейчас я дочищу До конца Ну и вот Как мы видим Поверхность у нас Без зеркала В тех местах Где не достали Дочищаем Вручную И снова Обезжириваем Поверхность Поверхность Хорошо обезжирить Продуть Чтобы В рисочках У вас не оставалось Пыли От Отработанного Снятого Лака Данное крыло Покрыто Лаком Но В принципе Там мы Будем судить Как будто бы У нас крыло Покрыто Просто базой В данном случае У нас идет Перламутр На нем Мы переход По перламутру Делали Где-то у меня В записях есть Но Не выкладывали Теперь установка Винды Немножко Потерялся Ну вот В принципе И готово У нас крыло К работе То есть Что мы Сейчас делаем А сейчас Мы готовим Краску Ну Так как Крыло У нас Белое Да И нам Нужен Какой-нибудь Светлый Оттенок В конце Перехода И в конце Перехода У нас Будет Желтый Цвет А зеленый Мы возьмем Снова Снова С другого Конца Будем Доходить До середины То есть Здесь мы Сделаем Зеленое Переход В желтый И выход На белое Чтобы нам Сделать На белый Переход То есть Мы Забиваем Основной Цвет Здесь Получается Да И переходик Делаем сюда Он плавно Уходит на нет Желтый Переходы Можно сделать Так Типа флага Неважно Мы будем Делать сюда Поэтому Моя первая Задача Сделать Первый Цвет Который Будет Выходить На базу А первым Цветом У нас Будет Желтый Значит Здесь Мы Основное Закладываем Основным Цветом И потихонечку Переходим Сюда Как Еще Выйти Плавнее Это я вам Расскажу Чуть позже Пока Смотрим Первый слой Тоненький Первый слой Тоненький И оставляем Давление Делаем Минимальным То есть У меня Где-то Единичка Давления Здесь Пока Мы Первые Слои Делаем Наша Задача Закрасить Вот этот Цвет Поэтому Краску Мы Сильно Не Разбавляем То есть Делаем Обычную Краску Потом Будет Одна Тонкость Ее Я скажу Позже Сейчас Мешонная Сушечка 10 минут Еще Делаем Основной Кусок Базовый Забиваем Цвет Разбавляем Сюда Сюда Уже Не Уходим Для того Чтобы нам Сделать Более Плавный И равномерный Переход Сюда Разводим Краску Добавляем Еще 40% Растворителя Я пока Сниму Распиратор Потому что Неудобно Говорить Теперь мы Развели Растворитель Давление Сделали Единичку Краска Краска У нас Жидкая То есть Она Разбавлена Почти Наполовину От Рабочей И Делаем Переходик Какой Нам Нужно Тоненькой Можно Его Больше Распылить Можно Меньше Я буду Делать Просто Как бы Плавную Границу Для чего Мы Так Сильно Разводим Для того Чтобы Переходик У нас Был Плавный И Не Было Капелек Что Мы Сделали Мы Сделали Плавный Переход Уходящий На Нет И Как Видите У нас Нет Здесь Крупинок Брызг Почему Их Нет А Потому Что Вот Как раз Мы И Развели Очень Жидко Краску Ну И Теперь Очередь За вторым Цветом За зеленым Чтобы Покрасить Зеленым Мы Также Делаем Выход Отсюда Здесь Закрашиваем И Плавный Переход Делаем Сюда Ну И Немножко Отберу Вас Вашего Драгоценного Времени Небольшое Такое Объявление Скажу Скором Будущем Как бы Уроков Уже Много Сделано И Дядя Олежа Снимает Своё Видео Уже Почти Полтора Года Ежедневно Без пропусков Поэтому И Немножко Хочу Делать Покачественные Передачи Если вы Заметили Уже Заставочки Какие-то Сильно Не буду Наворачивать Видео Так как Всё-таки У нас Идёт Урок А Не Фильм На Каннский Фестиваль Но Чуть Буду Всё-равно Как бы Приукрашать Видео И Более Как бы Готовить Так Уроки Подробнее Ну Уроки Будут Выходить Где-то Два раза В неделю Может быть Три Посмотрим С какой Периодичностью Это позволит Как бы И просматривать Видео То есть Если вы Заметили Сейчас я Уже Начинаю Открывать Видео После Десяти тысяч Процентов Просмотров Следующее Чтобы Как бы Народ Успел Просматривать Видео Иначе Просто Народ Не успевает Просматривать А когда Будет Два раза В неделю Это будет Проще Ну Сразу Люди Скажут Да Много вопросов Будет Что Вот Мы привыкли Каждый день Смотреть Не беда Дядя Олеж Никуда С экрана Не пропадет Скоро Откроется Новый канал Канал Буду Вести Я Вместе Своими Детьми То есть Это будет Как бы Канал Не для взрослых Это будет Детский канал Но Я думаю Для ваших Детей Он будет Познавательным Не развлекательным Может быть Но познавательным Мои дети Будут Делать Какие-то Поделки То есть Упражнения Для развития Моторики То есть Именно Координации Правильные движения Да Какие-то Аппликации Какие-то Оригами Какие-то Рисунки Может быть Раскраски Всякое Разное То есть Я думаю Это будет Полезно Вашим Детям То есть Открою я канал Скорее всего На 100 тысяч Подписчиков Когда у меня Будет Тогда я Открою Сниму Пару Тройку Видео С детьми И Ознакомлю Вас С каналом Надеюсь На вашу Поддержку Надеюсь Вашим Детям Это Понравится Кому Нравится Эта Идея Ставьте Лайки Можете Написать Можете Написать Что бы Вы Хотели Увидеть На детском Канале Как бы Вот Я хочу Чтобы У моих Детей Был Свой Канал Который Когда Они Подрастут Они Постепенно Вживутся В этот Канал Они Будут Работать У них Будет Свой Канал И Довольно Таки Интересно Будет Наблюдать За Ростом Их Канал То есть Дети От 4 лет Они Будут Постепенно Расти У них Будет Уже Свои Подписчики Свои Интересы Дети Пойдут В школу Все это Будет Сниматься Какие-то Темы Обсуждать Может Они Найдут Какие-то Темы С Мальчиками С Девочками Я думаю Это будет Очень Интересно Ну Вот В принципе Это Все Краска У нас Подсохла И Мы Переходим На Зеленый Цвет Мы Залили Зеленый Цвет В Краскопульт Пока Его Не Разводим И Наносим Слово Ну И пошли Зеленым Цветом Делаем Шлойную Сушечку Наносим Следующий Слой И еще Слой Слой Ну И Снова Разводим Краску Еще 40 процентов добавляем и делаем уже ну кому какой нравится переход, то есть краска у нас здесь жиденькая сделаем вот сюда наоборот, краска жиденькая поэтому делаем за два раза, далее красочки чуть-чуть подсохнуть можно так оставить, но можно сделать и подлиннее переход то есть переход на салатовый цвет ну и покрываем все это хозяйство лагом ну и покрыли мы все это быстрым лаком ну конечно крыло мы не готовили вернее не крыло, а помещение мы не готовили к покраске поэтому пыли немножко есть ну и надеюсь я удовлетворил просьбу подписчиков, которые мне писали о плавном переходе из цвета в цвет здесь мы даже сделали три цвета, но суть одна, я думаю понятно ничего сложного здесь нету, фантазия перехода, фантазия самой краски подбора цвета, фантазия места перехода это все как бы сугубо лично то есть никаких здесь нету, здесь большой плацдарм для выдумки можно это сделать и в форме там кривых линий, в форме там одного цвета в другого в машине переходящего то есть от середины наружу, не важно то есть главное понять сам смысл перехода особенно когда самая важная и тонкая часть это когда вы заканчиваете переход то есть краску мы оставляем, вернее разводим примерно на 50% чтобы у вас не было крупинок на самом переходе, чтобы у вас на пыл был мягенький либо если у вас металлик, обязательно пользуемся биндером чтобы зерно у вас разлеглось аккуратненько то есть такой же переход делаем, как на перламутре ну вот в принципе-то и все, ничего сложного вам понравилось, будут еще много таких интересных уроков не забываем, ставим лайки ну а на сегодня я с вами прощаюсь хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого ну и конечно же добра и бабла правильно